Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Каждый год у нас на канале мы обсуждаем тему вершины гнили томатов. Существует много разных причин вершины гнили, мы о них говорили уже на канале, и я повторяться не буду. Но близится время массового созревания плодов. У многих сортов кисти уже завязались, и первая, и даже вторая. И, конечно, мы с нетерпением ждем урожая. И это ожидание может быть омрачено вершиной гнилью. Все хорошо знают, что вершинная гниль является причиной плохого усвоения кальция. Для этого, опять же, есть множество причин, но очень часто, когда мы говорим об усвоении кальция, мы приходим к тому, что кальцием надо обрабатывать. Кто-то покупает ампулы препаратов кальция в магазине, опрыскивает свои томаты, и кто-то кормит их нитратом кальция, кальциевые селитры, это может привести к жированию томата. Кто-то использует наши рецепты по приготовлению быстрого кальция для подкормок. И это все очень хорошо и правильно. Но есть еще одна очень важная причина, которая, вот когда все, 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 вот мы мероприятия сделали, и кальцием обеспечили, и подлили, и опрыскали, и температуру понизили, и ну все, все, все сделали. А вершинный огниль не уходит. Надо помнить, что многие огородники, любители томатов, для обеспечения хорошего налива плодов, для обеспечения сладости этих плодов, для обеспечения равномерности окраски плодов, накачивают свои растения, в том числе, когда антижирование делают, что если вдруг зажировали верхушки, зажировали томаты, то надо пролить чем правильно? Монофосфатом калия. Либо же делают крепкие зольные растворы, в том числе по совету многих блогеров, и золой, золой, золой накачивают, накачивают, накачивают эти томаты. И упускают из виду, что калий, который содержится в монофосфате калия, которого достаточно много, большое количество содержится в золе, который вообще составляет основу удобрения сульфат калия, что калий препятствует нормальному и правильному усвоению кальция. И не только кальция, но и магния. Мы на нашем канале уже говорили о магниевом голодании, и в прошлые годы, и в этом году показывали признаки. Такая вот мозаика, пестрота листьев, особенно среднего яруса, взрослых листьев, это магниевое голодание. Так вот, опять же, многие стараются и сульфатом магния по листу покормить, и тоже делают различные мероприятия, и не добиваются успеха. Голодание по магнию еще страшнее бывает, чем голодание по кальцию, потому что если голодание по кальцию бьет в первую очередь по плодам, как в виде вершины гнили, то голодание по магнию бьет по листьям, а листья являются столовой наших растений, обеспечивают питание наших растений и рост плодов. И вот это некротизирование, отмирание, нарушение листовых пластинок приводит к тому, что наши растения не дают хорошего ожидаемого урожая. И причиной этому является избыточное внесение калия. Калий очень хорошо задерживается в почве, он практически не вымывается из почвы, и поэтому, если вы перекормили калием, то вымыть его, удалить его оттуда, бывает зачастую очень и очень сложно. При этом есть один небольшой выход. Дело в том, что избыточное внесение азотных удобрений, ну и в некоторой степени избыточное внесение азотных удобрений, способствует снижению усвоения калия, и как следствие увеличению потребления магния и кальция. В этом случае, когда вы проводите различные мероприятия, а они вам не помогают сдержать, удержать вашу вершинную гниль или компенсировать магниевое голодание, в этом случае все-таки прибегните к подкормкам кальциевой селитры. Кальциевая селитра содержит в своем составе и кальций, и нитрат, то есть азот. И вот этот избыточек азота, ну, надо пользоваться очень-очень аккуратно, очень, чтобы не вызвать жирование ваших томатов. Буквально половинка столовой ложки кальциевой селитры надо растворить в ведре воды и буквально по пол-литра, по 700 мл подливать под каждое растение. В этом случае вы мягко снимете избыточное содержание калия в почве. Он никуда не денется, но он просто не будет всасываться так активно, как он мог бы всасываться, если бы вы не сделали этой подкормки. И одновременно вы внесете сюда хорошее количество кальция. Тем самым вы снимете вот эту самую вершинную гниль, вот это кальциевое голодание. Но будьте очень и очень аккуратны. Нитраты в период образования плодов могут быть очень опасны и коварны, и могут перевести ваше растение снова в вегетативную фазу, вызвать обильное образование пасынков, нарастание листьев на верхушке, вместо того, чтобы все силы бросить на налив плодов. В итоге, к концу сезона вы получите вот такие дылды растения с жирными, мощными листьями, с толстыми верхушками, с пасынками, но при этом у вас задержится созревание плодов, и у вас будет этих плодов не так много, они будут не такие вкусные. Поэтому ни в коем случае не передозируйте. И используйте кальциевую селитру как последнее средство в ряду способов снятия вершинной гнили. И, пожалуйста, конечно, любую болезнь лучше предупредить, чем потом вот так вот лечить. Неизвестно, куда эти качели нас уведут. То ли снимут вершинную гниль, то ли уведут нас в область жирования растений во второй половине вегетации, и резкому снижению и урожайности, и вкусовых качеств плодов. Поэтому просто не переусердствуйте с монофосфатом калия, не перекормите вы золой. В этом смысле монофосфат калия, возможно, является даже более предпочтительным, потому что монофосфат калия можно очень легко отдозировать. И всегда, опять же, помните, что лучше делать частые подкормки, но разбавленными удобрениями. Если вы в период налива плодов еженедельно делаете подкормку в дозе одна столовая ложка на ведро воды монофосфата калия и подливаете по пол-литра, по 700 мл этого раствора под растение, то если вы живете при своей теплице, и у вас есть малейшая возможность разбить эту подкормку на два раза, то сделайте, разбейте эту подкормку на два раза. Возьмите не столовую ложку, а возьмите половинку столовой ложки. Или возьмите не 700 мл, а по стаканчику такого раствора влейте, но дважды в неделю. И это будет гораздо более эффективная подкормка, нежели чем более редкая и более крепкая. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, эта беда вас не коснется. Избавиться от нее бывает и долго, и трудно. Но с нами, надеюсь, у вас все будет в полном порядке. До новых встреч!